Позднее ноябрьское утро в Стамбуле прошибает ядреным турецким гранатовым соком. Мы на пристани Каботаш. Готовимся сесть на паром следующем на Адаларские или Принцевые острова, которые расположены в Мраморном море в 20 километрах от центра Стамбула. Паромы на Адалары отправляются от пристани Каботаш на европейской стороне и Каликёй и Бастанджи на Азиатской. Говорят свое название острова получили во времена Византийской империи, когда на них ссылали неугодных принцев и персон приближенных к императору. На Адаларах жили греки, армяне, евреи, богатые турки. Благодаря такому сочетанию на Принцевых островах можно встретить памятники разных времен и культур. Главный пункт назначения остров Бьюкада. По пути можно перекусить снэками и выпить чай-кофе с турецким акцентом. Время в пути по полному маршруту с быстрым заходом на соседние острова 1 час 45. Плюс-минус в зависимости от места посадки и особенностей маршрута паромов перевозчиков. Главное развлечение в пути – осмотр пролива Пасфор и кормление чай-кофе. А также колоритные, даже артистичные торговцы ширпотребом. Всего в составе Адалар 9 островов, из которых доступны для посещения Канилада, Бургазада, Хебелиада, Бьюкада. Площадь последнего – 5,4 квадратных километров, население 7 335 человек. С тех пор, как между Стамбулом и островами работает регулярное паромное сообщение, они стали любимым местом отдыха жителей мегаполиса и популярным туристическим направлением. Желающих попасть на Принцево острова особенно много в летние выходные, поэтому для поездки лучше выбирать будний день и выезжать пораньше. Кстати, заночевать здесь неплохой вариант. Природа островов находится под охраной. Здесь нет промышленных предприятий, запрещено использование моторного транспорта. Здесь только лошади, велосипеды и электроскутеры. Мы на гужевой повозке, караван из которых движется по всему острову. Очень все забавно. Но в низкий сезон, поэтому пляжи и множество заведений не работают. Шикарные виллы перемежаются руинами, такие как развалины дома Троцкого. На острове Биукада 4 года жил Лев Троцкий, высланный из СССР Сталином. В марте 1931 года в здании случился пожар и с тех пор оно не восстанавливалось. Радкий обзор других достопримечательностей. Парк Дельбурно расположился на прибрежной части Биукада. Это прогулочная зона с местами для пикника. Прекрасно подойдет для отдыха в знойный день. Флора парка представлена красной сосной, кедровым орехом и многими другими видами растений. Церковь Святого Георгия. Храмовая постройка датируется X веком. Затем церковь не раз разрушалась и опять восстанавливали. Главное место притяжения христиан иконы Святого Георгия, который приписывает чудодейственные свойства. Греческий приют был спроектирован и построен в конце 19 века в качестве роскошного отеля и казино для корпорации, обслуживающей Ориент-Экспресс. Затем после сложных манипуляций стал детским приютом в 1903 году. В 1964, во время обострения кипрской проблемы, приют был принудительно закрыт. В 1997 году, собственно, была захвачена турецким государством. На протяжении всей истории приюта в нем проживало около 6000 греческих детей-сирот. Деревянное огромное здание, которое в свое время было одним из самых высоких в Европе, стало постепенно разрушаться. Также можно осмотреть монастырь Святого Николая и музей острова. После революции на острове жил князь Дмитрий Борисович Голица, который скончался здесь в 1920 году и похоронен на православном кладбище. За ужином в уличном кафе надо смотреть в тарелку. Шустрые котейки прыгают на стол и стараются вытащить что-нибудь из тарелки. Официанты их отстреливают из водяных пистолетов, но они отскакивают на пару секунд и снова атакуют. Путь до Стамбула тихий и умиротворенный. Ноябрьское солнце заливает Босфор. Пассажиры дремлют кто где может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok